Спасательные службы готовы встречать паводок. Сегодня в Якутске прошел строевой смотр сводных оперативных групп главного управления МЧС по Якутии и республиканской системы предупреждения ЧАЭС, готовых отправиться в районы. О целях, задачах и уровне готовности расскажет Виталий Абрамов. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Сотрудники главка МЧС, спасатели и взрывники, сотрудники всей системы РСЧС Якутии готовы к встрече паводка. У каждой группы свой район работы. Главная задача – обеспечение безопасного пропуска паводковых вод. Готовность их полная. Оборудование, экипировка, плавательные средства, средства защиты, средства эвакуации. Все оборудование у нас готово, прошло испытание, имеются все экспертизы. Один из опытнейших спасателей Якутского поисково-спасательного отряда МЧС Максим Шкулев отправится в этом году в Средниколымск. У него в рюкзаке, как и у всех спасателей, 10-суточный минимум всего необходимого. Ну что у меня тут? Все, начиная от спас-жилета и заканчивая банными принадлежностями. А так, к паводку мы готовы, уже все привычно. Знаем, что нужно делать. На случай образования заторов в каждую оперативную группу входят взрывники. Запас взрывчатки в этом году составляет 60 тонн. В части заряда немного изменения будет. Будем производить опытные взрывные работы в это время тоже. Посмотрим, как будет, покажет опытный взрыв. И в последующем, может быть, пойдем на уменьшение заряда, что привлечет к уменьшению количества взрывчатых материалов и снижению стоимости. Первая и основная оперативная группа отправится в Ленск уже в четверг. Остальные в течение ближайших недель. Кроме обеспечения безопасности, сотрудники МЧС и спасатели наладят координацию всех уровней власти во время паводка. Виталий Абрамов, МВК Саха, Якутск.